В Волгодонск с музыкального конкурса «Поющие струны России» вернулись воспитанники музыкальной школы имени Дмитрия Шостаковича. Участники ансамбля «Донские узоры» играют на домбре. Это старинный русский музыкальный инструмент. О первых впечатлениях и успехами волгодонских дарований поинтересовалась наша съемочная группа. С гордостью представив Волгодонск на международном конкурсе в Анапе, эти ребята вернулись домой с серебром. «Потрудиться» для этой победы им пришлось немало. Соперники были достойные и из самых разных уголков страны. Из Московской области, Орла, Ижевска, Чебоксар и Омска. Эта поездка в солнечную Анапу принесла им не только серебряную победу, но и грандиозный опыт от общения со своими, так сказать, коллегами. На конкурсе мне очень понравилось. Мы получили много хороших впечатлений, познакомились с другими людьми, ходили на концерты и узнали много чего нового. Им есть еще к чему стремиться. Ребята не собираются останавливаться на достигнутом. Музыкой они занимаются всю сознательную жизнь. С пяти, а некоторые даже с четырех лет. Между тем, самая старшая участница ансамбля уже поступила в музыкальное училище. Одна из самых младших, София, всей душой болеет за свой ансамбль и желает ему новых побед. Я желаю, чтобы к нашему ансамблю добавлялись еще дети, и чтобы он становился все больше и больше. И на конкурсах мы завоевывали еще больше места. Руководитель донских узоров Ирина Щеткина не перестает гордиться своими подопечными. Ведь такой ансамбль инструментальной музыки, играющий на домре, единственный во всем городе. Те, они самые талантливые, самые лучшие. Поэтому я надеюсь, что некоторые из них продолжат именно исполнительскую карьеру. Я очень горжусь. Не только учениками, но еще и их родителями, которые все время мне дают импульс к движению вперед. А родители ребят помогают своим талантливым детям как могут. Инструменты для них приобретают своими силами и поездки организовывают. В общем, сохраняют музыкальную культуру всеобщими трудами. Анастасия Дубас, Евгений Иванков. Новости ВТВ.